Всем привет! В первую очередь хотел бы поблагодарить организаторов, что позволили выступить на такой крутой конфе. Я на в зоне первый раз, мне все очень понравилось. Сегодня я расскажу про образ Docker, который родился в результате проведения нами пин-тестов. Расскажу, с какими проблемами мы сталкивались, ну и как мы их решали. Для начала пару слов обо мне. Меня зовут Сергей, я из компании Lantry. Мы делаем решение по безопасности для Kubernetes. Сам я занимаюсь безопасностью контейнеров и кубера. Кое-где я выступаю и являюсь редактором телеграм-канала Cast Security. Подписывайтесь. Краткий план доклада, про что сегодня расскажу. Поговорим о том, как проходит примерно любой кубернетис пин-тест. Из чего он состоит. Затем рассмотрим, с какими окружениями нам приходится сталкиваться. А затем покажу тулзу, которая родилась. И я ее за open-source, поэтому ей может пользоваться каждый. И в конце подведу небольшие выводы. Итак, кубер-пин-тест. Начиная каждый пин-тест, сначала мы определяем совместно с заказчиком какие-то модели нарушителей, какие могут быть. Как правило, это три модели. Внешний, внутренний и скомпрометированный разработчик. Сейчас вкратце пройдусь по каждой из этих моделей и расскажу, что там внутри. Внешний нарушитель. Его ключевая особенность, что он находится за пределами кубернетис кластера, видит только сеть. Какие тут можно вектора использовать? Например, в кластере у нас могут быть уязвимые кубернетис компоненты. Кубер очень часто называют питью бинарями. Это различные кубапи, кублеты, etcd и прочие бинарники. Они все имеют CVE-шки. Можно попробовать как-то это проэксплуатировать. Во-вторых, в кубере могут работать какие-то уязвимые приложения. Соответственно, если мы как-то ломаем веб, спускаемся дальше внутрь пода, контейнера и дальше уже развиваем атаку. В-третьих, помимо того, что есть уязвимости в самих компонентах кубера, также не исключены мисконфиги в этих компонентах. Например, разрешенный анонимный доступ и прочие вещи. Этим тоже можно пользоваться. Еще вектор, который можно тоже использовать, это какие-нибудь мисконфиги в контейнер-рантаймах, вывешенные наружу порты. Мы можем через них обращаться, запускать поды, запускать контейнеры, собирать какую-то инфу. Ну и последний такой пункт, который я выделил здесь, это мисконфиги в дашбордах. Есть довольно известные публичные случаи, когда просто открытые дашборды приводили к полной компроментации кластера. Поэтому это тоже можно проверять. Если что-то есть подобное в кластере, это надо использовать. Следующая модель – это внешний нарушитель. Я ее разбил на два. Первый – это нарушитель, который находится внутри пода. Как правило, либо мы приходим оттуда к этой модели нарушителя из прошлого, либо у нас уже изначально наша начальная точка, что мы оказались внутри пода. Что можно здесь попробовать сделать? Во-первых, это бет-поды. Это всякие поды привилегированные, хост-пас, хост-пит и прочие вещи. Это можно попробовать проэксплуатировать, если уже такой есть под или есть права на создание такого пода. Во-вторых, иногда разработчики оставляют внутри контейнеров всякие ключи, токены, сертификаты, креды от баз данных и прочее. Как правило, в контейнерах это все хранится в окружениях, переменных окружениях. И мы можем оттуда это забрать, подсобрать для себя какую-то инфу и дальше уже с этим работать. В-третьих, у нас в кубере много контейнеров. Вот контейнер без контекста неинтересен, поэтому контейнеры общаются все между собой. Соответственно, мы можем из нашего скомпрометированного пода достучаться до какого-то другого. Опять же, подсобрать какую-то инфу в целом об инфраструктуре кластера и дальше уже как-то двигаться. Вот. Ну и заключительное здесь это права, которые есть у пода. К каждому поду привязана сущность, которая называется сервис-аккаунт. Она определяет наши возможности в кластере. Мы можем создавать что-то, листить, удалять и прочее. Если у нас достаточно высокие привилегии, это тоже может сыграть нам на руку. Следующая модель, тоже внутренний нарушитель, но уже который оказался на ноде. Либо он пришел из пода, сбежал как-то там, оказался на ноде, либо нам просто уже дали доступ на ноду. Что здесь есть интересного? На ноде могут лежать, опять же, там различные ключи, SA-токены, конфиги, сертификаты, которые мы можем использовать. Вот есть прикольный доклад с прошлого Black Hat. Там главный его поинт в том, что если злоумышленник сбежал на ноду, то, скорее всего, в большинстве случаев он получит кластер админа. Почему это так происходит? Потому что в кластере у нас работают всякие различные сервисные приложения. Например, Sinae, Service Mesh, GitOps операторы и прочие штуки такие. Как правило, у них довольно высокие привилегии. Когда мы сбегаем на ноду, мы получаем доступ к сервис-аккаунтам вот этих контейнеров, соответственно, можем себе его забрать и воспользоваться и дальше поднять привилегии в кластере. Иногда мы еще встречали, что на нодах могут лежать какие-то старые дампы, логи, оставленные DevOps или еще там кем-то. Их тоже можно как-то использовать. Ну и при недостаточной хорошей сегментации сети мы, сбежав на ноду, можем получить доступ к каким-то другим сторонне стоящим инстансам, например, VM, каким-то базам данных и прочее. В эту сторону тоже можно копать. И третья модель. Скомпрометированный разработчик. У него есть две такие ключевые особенности. Первое, то что мы можем пушить свои какие-то собственные образы в токер-регистри. И второе, то что у нас есть доступ до каких-то внутренних сервисов. Это я говорю, например, про GitLab или то, что мы можем развернуть свой контейнер, запустить свой пот. Как правило, разработчик обладает такими правами. Сейчас я так поверхностно прошелся по тому, что мы вообще делаем, но кто более детально хочет погрузиться в кубер-пин-тест с нуля, у меня был доклад примерно год назад. Называется он «Пин-тестик кубернетис from zero to hero». По QR-коду можно его посмотреть. Я там более подробно уже рассказал, на какие ручки ходить, какие порты проверять. Так что будет полезно, если вы только вкатываетесь в эту тему. Но тем не менее, идем дальше. Мы определили модель нарушителя. И вот мы оказываемся в инфраструктуре у клиента. И на самом деле это проблема некоторая. Как правило, мы проводили пин-тесты в компаниях с довольно высоким уровнем зрелости, где уже настроены какие-то процессы. Есть там различные security команды и используются какие-то средства защиты для кубера. Например, там настроены пайплайны, какие-то проверки на секреты. Проверяются докер-образы на уязвимости. Если есть критиклы, то он не запускается, не пушится. В то же время там у нас могут стоять policy engine политики, которые будут нам ограничивать создание ресурсов в кластере. В то же время могут стоять какие-то средства из ряда runtime security, которые там будут контролировать происходящее внутри контейнеров. Опять же, там может быть network policy, которая нам ограничит сетевое взаимодействие между подами. Или вообще супер порезанный рбак, с которым очень сложно жить. Но, тем не менее, мы нашли выход, как большинство этих проблем можно закрыть. И родилась такая вещь, которую мы назвали mtkpi. Что это такое? Аббревиатура расшифровывается как multitool Kubernetes PinTest Image. Опять же, для более удобного проведения пинтеста мы сделали такой собственный образ. В нем мы собрали различные инструменты, фишки, трюки, которые мы сами используем и которые могут пригодиться, в принципе, для проведения пинтеста. Тут важно отметить, что мы были не первооткрывателями этой штуки. Уже были проекты, но, как правило, либо они заброшены и не обновлялись. Плюс постоянно выходят новые тузы. Плюс у них есть одна большая проблема — это с получением доступа через Shell внутрь пода. Мы эту проблему решили. И дальше расскажу, как. Вот, можно отсканировать QR-код. Я сегодня открыл репозиторий. Буду рад звездочкам, pull-request и прочим штукам. Итак, что у нас внутри? Внутри мы собрали различные типы инструментов для разведки внутри кубового и контейнерного окружения, для поднятия привилегий внутри контейнера, какие-то различные сетевые утилиты для взаимодействия удобного и большие комбайн-тулы. Думаю, те, кто уже сталкивался с кубер-пин-тестом, видят знакомые названия тулов. Ну, тут различные штуки, в которых уже есть готовый эксплойт, и там ситуагент и прочие вещи. Ну, наверное, вот говоря про пин-тест и инструменты, как-то было бы правильнее упомянуть матрицу угроз. Для контейнеров таких матриц есть две, насколько мне известно. Вот одна от Mitre. Они сделали матрицу чисто под контейнеры, но ее минус в том, что она, опять же, заточена чисто под контейнеры, а контейнер без контекста нам не интересен. Опять же, есть кубернетис, где как-то контейнеры между собой взаимодействуют, и у них есть какой-то контекст. Поэтому мне больше матрица от Microsoft нравится. Здесь более такие уже конкретные техники, которые используются. Она, насколько мне известно, каждый год обновляется, но в этом году еще вроде апдейта не было. И я наложил все наши инструменты и фишки, которые мы заложили на эту матрицу. Получилось довольно неплохое покрытие. Соответственно, его можно увеличить или как-то изменить на свой вкус. Опять же, все потому, что это докер-образ, и все конфигурируется докер-файлом. Про это на следующем слайде. Опять же, фишка этого проекта в том, что это не только то содержимое, которое у нас уже сейчас есть. Поскольку вы вольны добавлять туда все, что угодно, все, что вам нужно. Это добавляется довольно легко, просто на уровне докер-файла. И на самом деле такой образ будет работать даже в довольно закрученном окружении. Поэтому этим можно пользоваться. Теперь покажу немного демо. Что вообще можно сделать, что умеет наш образ. Первое — это байпас vulnerability сканеров. Например, в компании деплой настроен таким образом, что образы в регистри выкатываются только тогда, когда у нас ноль CVE или нет критов. Но на самом деле можно сделать так, чтобы их вообще не было в образе. Поскольку информацию об уязвимости сначала собирают с бом-тулы, они ходят по определенным файлам и директориям, а затем вот эти с бом-репорты скармливаются сканером, и мы получаем какой-то результат. Но, соответственно, если у нас не будет никаких фидов, никаких директорий файлов, у нас не будет уязвимостей. Это, опять же, придумал не я. В этом году на Кубконе был прикольный доклад. Там как раз рассказывали про это, как это можно сделать. Можно модифицировать определенные файлики, удалять их. Выставлять сим-линки, запаковывать бинари, как-то комбинировать это между собой. Я привел тут ссылочки на этот доклад, на слайды, на заметку в блоге. Этим можно пользоваться. Довольно прикольная фича. Во-вторых, дальше. Я упоминал, что уже были какие-то проекты, где это все уже было, но у них была проблема, что мы не могли получить shell внутри пода. А shell нам очень нужен, потому что нам нужно как-то выполнять команды, запускать наши тулы и с этим что-то сделать. Но у нас есть права на порт-форвардинг трафика. То есть, как правило, это права разработчика, чтобы он перенаправлял трафик к себе на локал хост, ходил на какие-то ручки, проверял работу своего приложения. Мы этим тоже можем воспользоваться. Нашел прикольную штуку, которая позволяет шарить наш терминал через веб. Есть такое приложение TTID. Соответственно, мы просто в куб.ctl выполняем команду порт-форвард, форвардим трафик, заходим в браузер и мы получаем shell внутри контейнера. Причем не вызывая команды куб.ctl.exec. Дальше. Лотал атаки. Living of the land. Кто может слышал, что это такое? Это атаки, в которых атакующие используют легатимные бинари для совершения вредоносных действий. Как правило, эти утилиты уже есть внутри контейнера. Опять же, если их нету или вам нужны какие-то особенные, их можно добавить при сборке докер-образа. В Linux, думаю, многие слышали про gtfo-бины. В Windows аналогия lowbuzz. Но это все можно автоматизировать. Есть инструмент, он есть и в нашем образе, троитр, мы просто его запускаем, и он нам сам через выбранный нами вектор поднимает привилегии. Дальше такая небольшая фишечка. Как нам получить root, когда мы не можем это сделать? Например, у нас стоит политика policy engine, которая не позволяет нам запускать поды, с user-id root. Есть такой небольшой трюк, я его тоже там подсмотрел. В общем, можно скопировать бинарь баша и выставить ему set uidbit, и даже потом, когда мы создадим нового пользователя и запустимся под ним, у нас баш будет иметь рутовые привилегии. rvx в read-on-le. Часто, опять же, такое встречается, что есть политики в кластере, довольно их много, все очень закручено, но нам нужно очень что-то записывать и очень что-то исполнять. И решение этой проблемы есть. Можно воспользоваться dd-exec. Это такая штука, которая позволяет нам прямо в памяти исполнять наши процессы. Тем не менее, несмотря на выставленный read-only root file system в манифесте пода, в контейнере все равно есть места, куда можно записывать, где можно читать. Например, dev-shim, там не так много места, но все равно, как вариант, этим можно пользоваться. И в то же время, опять же, несмотря на выставленный read-only контекст, у нас есть места, где мы можем исполняться. Как правило, там директория etc-hosts, и по дефолту, если на уровне манифеста не выставлено, то в каждом поди есть такая директория dev-termination-log, туда мы тоже можем что-то писать и там исполняться. Но недавно, на самом деле, вышла прикольная статья, где чувак рассказывал про то, как можно запускаться в read-only файл-системах. И самое прикольное, что там контекст именно про кубер, и там все рассказывается на уровне кубера, как это можно там все провернуть. Опять же ссылочку оставил, можно будет потом ознакомиться. Еще один вектор. Допустим, у нас там есть какие-то сетевые политики в кластере, но у нас там криво настроены policy engine. И нам нужно обойти сетевую политику. Что мы можем сделать? По дефолту у нас в кубере, кубер запускает поды в своей изолированной сети. Но эту проблему можно решить. Например, если нам нужно достучаться до какого-то там endpoint или до какого-то другого контейнера, мы можем просто выставить там host network true. И это позволит нам забайпасить сетевые политики. И под у нас сможет коммуницировать, как бы, ну, будет иметь интерфейс ноды, и, короче, уже не будет изолировано других контейнеров. Но, опять же, это все только если у нас там криво настроены политики и есть возможность вот выставлять host network. Вот. Сейчас небольшое демо. Опять же, у нас там в инструменте, в образе много инструментов. Тут я привел просто пример одного из них, как он работает. Тут суть в чем. Есть там toolzap и rates. Вот. У нее довольно большие возможности. И прикол тут в том, что она создает у нас на ноде привилегированный там host pass pod, который оставляет reverse root shell на ноде, затем под убивается, а shell у нас остается. Вот. Тут небольшое видео, как это все работает. Я его ускорил, потому что оно было довольно долгим. Ну и в конечном итоге нам там прилетает backconnect и все хорошо. Вот. Дальше. Опять же, как я упоминал в начале, окружение может быть довольно закрученное и могут использоваться различные средства из разряда runtime security. Вот одно из таких популярных почему-то фалька. в чем его суть? Значит, у него есть набор правил, которые описываются в Ямле, и у него есть там движок, который смотрит за происходящим внутри контейнеров. Дальше он сопоставляет там ивенты, которые прилетают ему с контейнеров с этими правилами, и потом триггерит и говорит нам, что у вас вот тут плохо. Вот. И одно из таких правил – это дроп shell внутри контейнера. Соответственно, тут довольно все просто. Он там, если ему прилетает кубкт и аликзек, он на это триггерится. Но вот на самом деле в нашем образе эта проблема решена. И все потому, что у нас, опять же, доступ к shell внутри пода через порт-форвардинг. Выглядит это примерно так. Я сейчас сначала запускаю просто контейнер и захожу в него через куб сети аликзек. Вот. Справа юэка от фалька, чтобы смотреть ивенты удобно. Вот. Мы обновляем и видим, что нам прилетает ивент, терминал shell внутри контейнера. Вот. Теперь я запускаю наш образ. Точнее просто forward traffic. Вот. Собственно, мы получили shell внутри контейнера. Теперь смотрим на фалька, и он молчит. Потому что события не было, он ничего не увидел. Ну, все. Как бы забейпасили. Вот. Еще одно правило такое в пример привел. Это использование различных сетевых тулов. Вот одно из них курл. Все, что он делает, это смотрит на имя процесса и на аргументы у этого процесса. Соответственно, очевидный способ, как это можно забейпасить, просто изменив название бинарей на уровне докер-файла. Этого будет достаточно. Просто, чтобы обойти эту штуку. Вот. Ну, например, еще под проекты можно, допустим, у вас там, чтобы более удобно понимать, где какая тула лежит, там, название компании и название тула. И так, ну, просто более удобнее обращаться к тулам. Вот. Тут я тоже небольшое демо записал, как это все выглядит. Опять же, мы там сначала просто заходим в обычный контейнер, где курл называется курлом. Вот. Просто выполняем какую-то команду, смотрим фалька, и видим, что нам прилетает ивент. на использование курла внутри контейнера. Теперь мы то же самое делаем в нашем образе. Вот. Там на предыдущем слайде я показывал, что курл мы переименовали, просто заменив первую букву на k. И этого оказывается достаточно. Сейчас вы это увидите. Вот. Мы просто запустили команду. Сейчас смотрим фалька сайдкик, чтобы посмотреть ивенты. Никаких ивентов не прилетает. Ну, опять же, байпас. У меня не переключается. Спасибо. Вот. Но, опять же, и на самом деле, такое складывается впечатление, что фалька можно забайпасить по дефолту. И, опять же, это придумал не я и не мы. Было уже довольно много исследований, докладов, статей. Но почему-то фалька продолжает набирать звездочки на гитхабе, его продолжают пихать в платные инструменты и в бесплатные. Вот. Помимо этого у него есть и ряд других проблем. Вот я тут привел ссылочки на все эти исследования. Можно почитать. Там используются более такие изощренные техники. Вот. Плюс у фалька в самой репозитории в разделе security есть проблема, которая называется, что большинство правил обходятся по дефолту. И стоит крит. Вот. Следующая тулза из разряда runtime security это Tetragon. Тоже open-source продукт. Разработка Cilium. В чем их фишка? У них есть tracing policy, который мы тоже можем задавать через Ямлы. И здесь мы можем завязываться на конкретный syscall. То есть там, если какой-то syscall выполняется в контейнере, нам прилетает ивент. Вот. Здесь пример политики на чтение в контейнере, на запись. Вот. На самом деле это тоже можно обойти, если просто использовать другие syscall. Вот. Полгода назад где-то вышла прикольная статья в блоге, где там тоже чувак рассказывал, как это все можно делать, используя просто другие вектора, используя другие syscall. Все это можно обойти. Так что если что-то нужно записать внутрь контейнера, ну, это так можно сделать. Небольшие выводы по моему докладу, по образу и вообще вот по опыту наших пентестов. Вот. Даже если мы встречаем какие-то супер защищенные системы, то всегда есть способы, на самом деле, как их можно забайпасить, что можно обойти, посмотреть. Вот. Это всегда есть. И про это как бы не нужно забывать. Вот. Классические какие-то подходы к безопасности, к которым всем привыкли, там vulnerability, сканеры, compliance, сигнатуры и прочие такие вещи, они довольно легко обходятся в контейнерных окружениях. Вот. Поскольку, в принципе, сам по себе контейнер эфемерная сущность. И если мы убьем контейнер, у нас ничего не останется. Да, возможно, там какие-то логи, ивенты сохранятся, но тем не менее. Вот. Тут еще ко всему прочему, мы можем сами крафтить свой образ на уровне докер-файла, тем самым как бы заранее подготавливаясь к обходу этих средств. Вот. Ну, такая небольшая рекомендация. Чтобы повысить, в принципе, свой уровень безопасности в компании Kubernetes, наверное, следует следовать подходу Zero Trust модели. Это использование там network policy, модели поведения. Вот, кстати говоря, на замену сигнатурным движкам. И вот то, что я показывал, проблема Falk и Tetrагона, это не проблема самих тулов, это проблема вот как раз-таки этого подхода. Его просто недостаточно для того, чтобы реально определить, где хорошо, а где плохо. Вот. Но в кубере еще есть и различные другие механизмы, там, например, aparmor, policy engine и прочие вещи, которые тоже можно активно использовать. Сам наш образ MTKPI, он позволит и нам, и вам, и всем, кто хочет его использовать, упростить жизнь в проведении пин-теста, как-то определить актуальный уровень, там, зрелости безопасности в контейнерных окружениях. Вот. Что касается будущих планов, что можно улучшить. Во-первых, это размер образа. Так как он делался на скорую руку, и чтобы было максимально удобно туда допиливать какие-то инструменты новые, то я просто на новый слой, ну, короче, там очень много слоев, из-за этого размер образа довольно большой, соответственно, его можно уменьшить, но ни с какими пока ограничениями мы не сталкивались. Единственное, что там долго пулится образ, ну, как можно подождать. Вот. Во-вторых, добавлять новые тулы, ну, и заниматься поддержкой старых. Ну, касательно Kubernetes Security не так часто выходят какие-то новые интересные инструменты, но все же они есть. И, ну, как бы, можно их сюда добавлять и обновлять. Вот. Как назад. Вот. И еще такой план на будущее — это интегрировать все с бастулами, чтобы максимально это все автоматизировать, чтобы мы просто залили образ, там у нас какая-то клишка, какая-то HTTP-ручка, мы на нее сходили, нам эта тулза продолбила весь кубер, выплюнула какой-то репорт, и мы просто по одной кнопке провели максимально возможный пин-тест, покрыв максимально возможные кейсы. Вот. Пару полезных ссылок. Опять же, для тех, кто хочет более подробно погрузиться в кубер-пин-тест. Вот я сам там по ним что-то смотрел, учился. И спасибо за внимание. Вот слева QR-код на наш образ, справа телеграм-канал K8S Security. Вот. Всем спасибо. Буду рад вашим вопросам. Привет. Спасибо. Вопрос по переименованию бинарей. Встречал ли инструменты, которые анализируют, допустим, хэш-сумму для того, чтобы такая проблема была, ну, митигирована отчасти хотя бы? Ну, нет. Мы конкретно вот рассматривали security runtime tools под кубер, и там вот только такие вещи есть, и они работают очень тупо, и просто вот в тупую смотрят на имена процессов. Да, смотри. И второй вопрос, опять-таки, по переименованию бинарей. А является ли это большой, ну, то, что фалька что-то детектирует во время пин-теста? Ведь пин-тест — это легитимная операция. Они обычно знают и B, ну, в той или иной мере. Ну, прилетает фалька, ну и пусть. Там наши работают. Я понял. Ну, например, у нас стоит задача как-то скрытно там провести пин-тест, остаться незамеченным от сока, еще от каких-то служб. Ну, в таких случаях это вот работает. Здравствуйте. Такой вопрос. Получается, вы сказали, что фалька обходится через порт-форвардинг, правильно? Не, не только фалька. Там было правило. Ну, да-да-да, я понимаю, но в том числе через него. У меня вот такой вопрос. А если я могу включить порт-форвардинг? То есть я уже, в принципе, на ноде нахожусь. Зачем мне тогда, в принципе, обращаться к поду? А если там, например, стоит какой-то механизм, который отправляет логи по сети и будет сигнализировать о том, что на этот под кто-то зашел? То есть, например, если на него, в принципе, заходить не надо? То есть это же палево, по сути, получается. Да, но мы просто вот рассмотрели кейс, что вот нам нужно зайти в под, допустим, он там не привилегированный, просто нам нужно оказаться внутри контейнера и что-то исполнять. Вот в таком случае. Понятно. А вот такой вопрос. Можно ли как-то фалька обойти, не используя при этом механизмы ноды? То есть, например, не используя кубка TL и так далее, а вот как-то именно извне, например. Я понял. Ну вот, опять же, у них все правила открыты, их можно посмотреть, они там задаются на уровне Ямла. Вот. И есть достаточно много подходов, как это можно сделать. Я таким не занимался, но в принципе, я думаю, что в теории возможно, если как бы более углубиться в эту тему. Я понял. Я просто к чему вас спросил. Меня, в принципе, фалька заинтересовал. Просто хочется понять, насколько его можно использовать действительно. Ну вот, помимо тех проблем, которые связаны с безопасностью, у него есть большие проблемы с потреблением ресурсов, а потом он начинает просто дропать ивенты. Ну, я про это сегодня не говорил, но в целом у него такие проблемы есть. Понял. Спасибо большое. Спасибо за доклад. Заход в Shell через веб-интерфейс. Интересная идея. А не думали добавить еще вариант доступа через ReverShell на случай, когда через GitOps, например, мы можем какие-то манифесты заплавить, но в кластер фактического доступа нет? Да, были еще варианты. Например, можно там опять же на уровне докер-файла, там через какой-то entry point, SH, просто прокинуть SH и также зафорвардить трафик и просто через SH подключиться. Вот такой вариант тоже есть, в принципе. Спасибо. Если в кластере настроен механизм запуска только тех образов, которые были ранее подписаны, над этим не думали, как это обходить, может быть? И что делать в таком случае? Нет, пока не думали. У нас был такой кейс, когда в компании, например, везде используется базовый образ, и мы просто уже поверх него, там, опять же, ну, просто используя его, накатывали через докер-файл свои какие-то нужные инструменты, ну, просто вот скопировав наш докер-файл. Ну, нет, с подписями не сталкивались. Спасибо. И вот еще. А покрывает ли пин-тест из пода, который внутри находится уже кластера, все сценарии, там, потенциальные, атак на инфру? Ну, допустим, можете ли вы в таком случае пощупать какие-то сетевые интерфейсы, которые торчат наружу? Ну, вот, как правило, когда мы приходим на пин-тест, у нас он ограничен только кубовой инфрой. Даже если мы что-то находим, мы просто об этом говорим, но туда не углубляемся. Мы чисто под куб заточены. Да, похоже, все. Сергей, спасибо большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok